Приветствую вас, давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали. Целый месяц я встречался с парнем, точнее не встречался, а между нами был секс и немного общения. Смотрите, здесь очень важно, чтобы вы этот момент зафиксировали в себе, то есть момент какой. Почему я согласилась на отношениях просто вот ради секса? Что мной двигало? Первое. Что я хотела получить? Это второе. Значит, чего я ожидал? Так? Это, соответственно, третье. Чем, грубо говоря, мои ожидания были подкреплены, чем мои ожидания были, значит, обусловлены и так далее. Вот. Это тоже такой довольно-очень, довольно важный момент, если мы хотим разобраться в этой ситуации. Вот. Дальше идем. Мужчина. Какой мужчина? Какой мужчина? Мужчина согласится или может согласиться на подобные отношения. То есть, что за человек, да, что за человек, да, что за человек, может согласиться на такие отношения с вами. Понятно, какой момент важен? То есть, ведь его получается что-то сподвигло и что-то заставило вступить с вами в отношения такого рода. Вот. Я полагаю, что это очень важный момент. Если мы хотим понять, что с вами происходит. Я полагаю, что это очень важный момент, если мы хотим понять, как и что вам нужно делать. Вот. А, значит, то есть сначала определитесь всем, чего вы хотите вообще. от обношений, да, ну, в обязательном порядке. Вперва. Дальше. Идем. Вы пишите, значит, между нами был секс и немного общения. Это то, чего вы изначально хотели. Это то, чего вы изначально желали. Это то, что вам нужно было. Ну вот. Собственно. В отношениях. Или речь идет о чем-то еще. О чем вы, возможно, не говорите. Здесь. Подстраившись на эту тему. Также подумать. Ибо это важно. Очень важно. Дальше. Мы с ним с самого начала договорились, что между нами не будет никаких отношений, но я влюбилась в него. Так. Вы договорились, что между вами не будет никаких отношений, но вы в него влюбились. Увидели ли вы по отношению к себе изменения у мужчины или нет? Почему вы признались ему в своих чувствах? Какую цель вы преследовали? Признаваясь ему в своих чувствах, вы же, я уверен, хотели чего-то, когда признавались ему в своих чувствах. Дальше. Идем. Так. Сейчас мы не рядом и будем видеться очень редко. Почему? С чем это связано? Как вы к этому относитесь, как он к этому относится. Но я хочу от него большего, чем просто секс. Мне хочется видеть его в статусе своего мужчины. Окей. Хорошо. Вам хочется видеть его в статусе своего мужчины. Допустим. Допустим. А чего хочет сам мужчина? вот. Такой вопрос, на мой взгляд, нужно поднять. Чего хочет сам мужчина? Он хочет быть вашим мужчиной. Ему это вообще нужно, ему это вообще интересно, он испытывает к вам чувства. счастливым. грубо говоря, делает человека счастливым? вот вы, вы, например, знаете, что может сделать его счастливым? Вы делаете его счастливым? вы сами? Или нет? Вы с вами человек? Чувствует себя более радостно, более живым? Или нет? На что вы ориентированы в отношениях с ним? Дальше. Я призналась ему в своих чувствах, но он говорит, что мне такой, как он не нужен, мне нужен хороший мужчина, а не он. Ну, здесь, на мой взгляд, имеет место быть, конечно, заниженная оценка, да, это в любом случае, да, заниженная оценка здесь имеет место быть, конечно, вот, но в целом это в некоторой степени, ну, на мой взгляд, да, это выбор мужчин, да, то есть, вот, он решил, что он вас, как бы, ну, не достоин, и для него, для него это является, ну, в общем, убедительным доводом, да, для него это является, в общем, весьма серьезным аргументом. вы как будто бы его повисцию такую не принимаете по какой-то причине, то есть, вы не готовы принять его повисцию в том контексте, что вы не готовы считать его своим мужчиной, не готовы принять его мнение на этот счет, и как бы, ну, отталкиваете, не принимаете его, и здесь у меня главный вопрос, если вы своего мужчину любите, если видите, что он не готов вас принять, если вы видите, что он не готов как-то вот вступать с вами в отношения, зачем вы грубо говоря на него давите. Для чего? Ведь совершенно, на мой взгляд, очевидно, что если человек не чувствует, что боится эмоциональной близости, и если он не готов что-либо менять, то он не будет счастлив с вами, он не будет счастлив с вами, потому что не принимает себя до конца. а значит не способен принять и вас кто-то. То есть вы признали к нему в своих чувствах, а для чего? в какой цели? Вот это важный вопрос. Значит, я ему говорил, что он мне нравится, и что мое мнение, и это мое мнение, мои чувства, а не то, как он себя воспринимает. ну на самом деле это довольно эгоистично, то есть да, эта позиция ваша, она хорошая, она правильная, она венна, но она эгоистичная немного, но в том именно плане, в том контексте, что вы как бы сами все решаете. Но при этом абсолютно игнорируете то, что решает мужчина, а ведь от него тоже многое зависит. И вот здесь то, что движет вами при игнорировании его позиции, на мой взгляд, является очень таким важным элементом для исследования. То есть что это? Подребность быть с кем-то. Нежелание оставаться одной, страх остаться одной, быть Страх быть бросенной. Ну, в общем-то, что является такой производный страх одиночества, на мой взгляд. Значит, более худшее представление о себе, если мужчина вас бросит проецирующее мышление, то есть если мужчина вас бросил, значит, вы недостойны, вы не заслуживаете отношений, и так далее, и так далее, и так далее. Это может быть вот такой момент. то есть все это, все это по большому счету является вашей вашими вашими проекциями на мужчину. Вот. Поэтому здесь я думаю, что нужно обязательно вам постараться увидеть, что движет вами. Так, я могу сказать про себя то же самое. Так. вы можете сказать про себя то же самое. А что именно то же самое вы можете про себя сказать. Что именно вы себе не принимаете, что именно вы в себе отрицаете и почему. Небель является причиной того, почему вы так активно сопротивляетесь позиции мужчины. Вот. Он меня в обратном убеждает, что правильно, потому что вы оба боитесь близости эмоциональной. вот идет у нас война с накритиков. Ну, понимаете, здесь у вас имеет место быть уход от ответственности в том плане, что у нас идет война с накритиков. Тогда как нужно, чтобы сказать у меня идет война, я воюю. вы говорите у нас. То есть избегаете ответственности. И вопрос заключается в том, для чего вы это делаете и почему. То есть вы-то сами критикуете себя зачем. Но на предыдущем это делать вы не сможете универти гармонию в отношения, если будете себя критиковать, если не будете совершенно достаточны, если не будете себя принимать, вот. Далее идем. Значит, вы пишете следующее, что удалили все контакты, значит, заблокировали его в соцсетях, поступило как настоящая подростка. Зачем? Это его выбор. Это его право. Это его право не вступать с вами в отношениях. Может быть, он не готов. Может быть, не пережил любовь. Но в любом случае вы не приняли его выбор. любви. нельзя говорить о любви. О чистой любви. Можно говорить о том, что вы его хотели использовать для себя, потому что он был вам нужен. Вопрос в том, для чего. Кроме того, вы встречались всего лишь месяц, и даже не встречались, и у меня здесь тоже есть подозрение, что вы его не любите, а именно влюбились, и что вы идеализируете его. То есть, наполнили свой образ, продиктованный вашими желаниями, реального человека. и реального человека видеть вы перестали. Так, значит, знаете, мне кажется, что он еще любит ее, а может быть и проблема во мне, ведь у меня очень ужасный характер. В чем именно? Вы здесь начинаете себя бичевать и принижать. Что говорит о непринятии себя, о занизенной самооценке, о страхах. Естественно, это вам не позволяет выступать равноправным партнером в отношениях. Собственница это означает, что вы ревнивы, это означает, что вы боитесь остаться одна, это означает, что вы не уверены в себе, это означает, что вы в некоторой степени недолюблены в своей семье. Ну, а то касается того, что вы истеричка, то это потребность во внимании. В чем болезненно назначено, потребность во внимании. Скорее всего, это все вы проецируете на своего молодого человека, и он, естественно, понимая интуитивно, что не сможет вам это дать, от этого пытается дистанцироваться. Далее. Что вам делать? Вам нужно работать над собой, над своей уверенностью в себе, над самооценкой, над личными границами, над тем, чего вы хотите от мужчины, над тем, чего вы хотите от себя. В любом случае, вам необходима индивидуальная работа для личностного роста, потому что вы говорите, что у вас ужасный характер, и этот характер, как я понял, проявился за этот месяц. Ваши потребности, желания, они очень явно выражены, ярко выражены, ну, вот, в отношениях с мужчиной, с парнем, вот, а это ненормально, то есть, вы уже от него чего-то требуете для себя. далее, вы говорите, может быть, пройдет ведьмин расстояние друг от друга, да, может быть, пройдет, ведьмин расстояние друг от друга, но, как? Это сочетается с тем, что вы говорите, что мы будем видеться редко, но я хочу от него большего. Понимаете? И что делать, если он не может вам дать то, чего вы хотите? Мне не больно, ведь я не люблю его, мне просто обидно, ведь я ждала от него большего. Насколько оправданы ваши ожидания? Насколько адекватны ваши ожидания? Большой вопрос. И чем они продиктованы? Ваши ожидания? Я и сама в этом виновата, в чем? Могла предположить, что так получится, как получится? Непонятно. Как получится? Ага. То есть вот согласитесь, ну не очень ясно. Верона прыгнула в эту пропасть. Зачем? Если вы прыгнули в пропасть, значит у этого были причины. А плюс там какие? Что это были за причины? Вы пишете и да, мне больно. Но вы не говорили, что вам не больно. так вам больно или не больно? Вы хотите определиться с этим моментом? Больно вам или нет? Если больно, то за это нужно взять ответственность на себя. Вам больно, потому что вы не получили того, чего хотели. Но хотели вы. А должен быть мужчина. Вот из-за этого вся и боль. Что вы оставили себя в зависимость от другого. Отсюда и боль по большому счету возникает. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.